Всем привет! Спасибо, что заглянули. С вами Майка и Эмили и 20 наггетсов из Макдональдса. Три соуса и обалденный напиток. Давайте я вам покажу. Любимый, от любимого блогера. Вот. Такой вот напиток. Это мультифрукт. Я вообще очень не люблю. Это банан. Сейчас попробуем. Вы когда-нибудь пробовали сок с бананом? Ну так, нормально. Давайте приступим. Итак, я хотела бы с вами поговорить на одну из тем, которая меня на самом деле волнует. Под прошлым видео одна девушка пишет комментарий. Не помню, как ее зовут. Я ей даже ответила. Ей ответил много кто. Хорошенько ее посадили на место, но да ладно. Девушка пишет, да он тебя замуж не возьмет. Рожать она собралась, ребенка. Ну, во-первых, если вы внимательно слушали видео, то я там говорю, что наоборот я детей не хочу. На что я это объяснила ей в комментариях, что я видео наоборот говорю, что я не хочу детей, а не хочу. И она пишет, что завидовать мне вам нечему, говорит, я живу рядом и видела вас много раз. Вот завидовать вам точно нечему. Я вообще про зависть ни слова не сказала. То есть из людей уже выливается это, понимаете, же говорить не надо. Я заметила такую закономерность, что 95% негативных комментариев на моем канале это люди с Азербайджана. Особенно это было тогда, когда я купила квартиру. Мы тут за гроши работаем, а ты миллионы с Ютуба зарабатываешь. Живу в Азербайджане, зарабатываю 300 манат. Я в этом не виновата, что вы зарабатываете меньше. И кроме вас никто в этом не виноват. Я вам больше скажу, не надо обвинять государство, там, не знаю, родителей, своих родственников, что они вас не устроили. Конечно, понятное дело, что не все такие. Но, если вы заглянете к любому, например, азербайджанскому тиктокеру, вы просто зайдете в комментарии, почитаете, что люди пишут. Вы просто офигеете. Почему так много ненависти и злобы? Причем вот этого девушка, которая написала этот комментарий, я не удивлюсь, если узнаю, что она видела меня внизу, подходила со мной, фотографировалась, улыбалась мне. При этом внутри искренне меня ненавидя. Представляете? Откуда я знаю все эти моменты? Могу объяснить. Однажды около Бургер Стэшена я встретила девушку. Ну, где-то моя ровесница, может, наверное, где-то чуток постарше. Сфотографировали. С тот период я снимала мукбанг с подписчицей. У меня прям рубрика была. И она говорит, вот, я тоже, говорит, развиваю Инстаграм. Я бы хотела с тобой сняться видео мукбанг с подписчицей. Давно тебя смотрю, все про тебя знаю и так далее. Мне, естественно, было приятно. Мне всегда приятно, когда ко мне подходят. Просто мне приятно, когда искренне ко мне подходят. Они просто делают вид. Вот это вот, конечно, неприятно осознавать, что не все люди действительно искренне к тебе относятся. И, с одной стороны, нам становится страшно жить в таком обществе. Я вам сейчас расскажу, почему. В общем, немного поболтали, пофотографировались и так далее. И потом я ее попросила, что скинь мне тоже фотографии. Мне просто очень понравилось, как получилось. Я думаю, может, тоже в истории опубликовать в Инстаграме. Она говорит, окей. Отправлю, я как раз на тебя подписана. И прям при мне отправляет фотографию мне. А у нее как бы чат был пустой со мной. То есть до этого, видимо, она переписку удалила. Девушка была немного грамотно неподкована. И она не учла тот момент, что при удалении общего чата, у меня этот чат сохраняется, чтобы удалить все, там надо по одному удалять эти сообщения. Или как-то по-другому, я не знаю. В общем, девушка мне отправляет фотографии. А я вижу, у меня открывается целый чат. Я вижу до этого, что она мне писала. И я в шоке просто. Столько всего. И тварь у меня назвала. И последней девушкой назвала. Ай, как мне не стыдно. Там маникюр поставлю, какой ужас, кривые ногти и так далее. Не умеешь делать, не делай. Столько там негатива. Я просто, знаете, у меня прям шок, что это и вот это, это один и тот же человек. То есть тут, получается, она улыбается мне, рада меня видеть, обожает знать все подробности. Убедительная просьба подписчиков, которые действительно искренне меня не любят. Всеми клетками вашего тела. Не подходите. Не нужен этот маскарад. Вот реально. Сделайте вид, что вы меня не знаете. Пройдите мимо. Потому что потом, когда это все выходит наружу, становится немного неприятно. Знаете, такой осадок, ты думаешь, в каком мы обществе живем. Люди в лицо, например, тебе улыбаются, а за спиной вот так вот тебя обсирают, называют тварью. И вот как сейчас помню, она на одну из историй сделала фидбэк. Там написала тварь. Ладно, это был бы подросток, которому 13-12 лет. Еще, знаете, вот подростков тоже обвинять не стоит. Мне кажется, сейчас подростки максимально добрые. беру вот от своих этих детей двоюродного брата. Сын двоюродного брата обожает Влада А4, готов купить его и мерч, и все. Просто понимаете, у подростков нынешних, мне кажется, у них прям вот искренность вот у них есть это. Нету гныльца вот этого. Ну, в общем, еще одна ситуация была, когда я только начала свой канал, где там, наверное, три года назад, я время от времени устраивала гивэвэи в своем инстаграме. То есть, там не было никаких спонсоров, ничего. Я сама все покупала и просто дарила подписчикам. Кто первый ответит на историю, тот получает подарок. Подарок была косметикам. То, что я по своему бюджету могла себе позволить. То есть, не было, конечно, подарков там машин, понятное дело, там айфонов. Но зато вам ни на кого подписываться не надо было. Просто единственное, что нужно было сделать, это ответить на историю. Кто первый ответит, тот получает подарок. Так, в общем, такая была система. И получается, я, честно, первая девочка, которая ответила на историю, ей и собралась отдавать подарок. Она сказала, что у нее не получается забрать, заберет ее родная сестра и дала инстаграм ее сестры. Я захотела написать ее сестре родной. Я была в шоке, опять же, от того, сколько плохих комментариев, плохих слов она мне написала. А потом, то ли она не видела этот чат, то ли она думала, что у меня он не высвечивается. просто делала вид, что она это все не писала. Ой, спасибо, Айка, я как раз хотела эту косметику. сходила ей отдала. Но, знаете, внутри был неприятный прям осадок. Конечно, не все такие. Я вот буквально недельку назад переписывалась с девушкой. Она тоже из Баку. Очень красивая девушка. Подписана меня достаточно давно. она ничего плохого никогда не писала. Смотришь на нее, красотка, просто чика. Реально, красавица. Такая ничего плохого и не напишет. Вот реально. Видно, что девушка из обеспеченной семьи, сама красотка. Мы там с ней беседовали про процедуры, про то, про все. Приятно общаться с человеком. Вы знаете, у меня есть подруга Жали, у меня есть подруга Шелли. Есть еще другая подруга. Но мне бы хотелось еще с кем-то сдружиться. Не знаю, почему. Последние где-то четыре месяца у меня появилась какая-то идея. Мне хочется еще кого-то найти. Возможно, кого-то из подписчиц, начать общаться, куда-то ходить и так далее. Я не говорю, что мои подруги плохие. Жали, это просто ангел, спустившийся с неба. Шелли тоже самое. Вот, но все дни недели они работают. У них только свободное суббота и воскресенье, например. Суббота и воскресенье у них тоже куча дел. Другие еще подруги, какие-то встречи. Я просто сама себе иногда думаю, мне бы хотелось еще одну подругу. Очень странно, да, это звучит, искать себе подругу. Особенно для человека, у которого достаточно большая аудитория. и казалось бы, много кто мне пишет. Вот, но всегда человек боится наткнуться как раз-таки на такого человека, который как раз-таки внутри тебя ненавидит, но просто делает вид, что, ой, я к тебе так хорошо отношусь и так далее. Очень хотелось бы подружиться с кем-нибудь. Но я в этом плане немножко сложный человек. Мне трудно найти себе человека по душе, так скажем, да? Поэтому мне хочется сказать, страшно жить, страшно искать подруг. Конечно, я там снимала видео Мук-Мак с подписчицей. Было очень много хороших девчонок. Хотелось бы отметить Нурай. Просто мы с ней ни одного возраста, то есть она сильно младше. Сколько ей лет? 16. А мне бы хотелось подругу постарше. Или моего возраста, возможно. у меня, например, Шелли старше меня. Шелли старше меня. Хотя без разницы, наверное, возраст. Самое главное, чтобы человек был хороший. Я, вы знаете, больше всего чего ненавижу. И в универе замечала. Две девочки дружат, например, между собой. Целуются в десны, обожают друг друга. Только, например, одна не пришла в универ, и речь зашла про ту ее подругу. Начали что-то плохое говорить, и она сразу поддерживает. Да, 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 она такая. Я ей всегда говорю об этом. Вы знаете, ее не поменять. Он просто такой человек. Да, с гнилицой. Если я увижу такое, меня просто отвернет от этого человека. Я никогда не смогу относиться к ней так же, как я относилась до этого. Если этот человек, например, обсирает своего же знакомого, подругу, кого угодно за спиной, значит, завтра этот же человек будет обсирать меня. Поэтому сложно, на самом деле. С другой стороны, сейчас ремонт, какие-то другие заботы, да, понятное дело. Немного не до подруг, но все же. Мне кажется, что в моем сердечке есть место еще для одной подруги. Когда найду свою судьбу, для меня подруги это почти то же самое, что отношения. не могу общаться с кем попало. Есть такие люди коммуникабельные, да, с кем угодно могут общий язык найти. Я не такая. мне сложно найти человека, который подходит мне. Хотя я уверена, что большинство моих подписчиков мне подходят в качестве подруги, но не все из них действительно меня любят. Кто-то меня ненавидит, как я поняла за последнее время. я живу недалеко от тебя и поверь мне, завидовать тебе точно нечему. Я ни слова не сказала про зависть, я просто сказала, что в видео я не говорила, что я собираюсь рожать. Я наоборот сказала, что я не собираюсь рожать. рожать. Вчера шла к себе на квартиру и в супермаркете увидела такую красотку. Такую красотку. В общем, девочки, она была такая копченая, черная, в таком белом топике. Такая большая грудь белая, такой коротенький топик. Идеальный пресс. Такие штаны. Я хотела подойти к ней и сказать, ты не хочешь со мной подружить? Я как раз тут ищу себе подругу, ты очень красивая. Например, просто есть девчонки, ты идешь с ней по дороге, ну и вот, возможно, я сейчас это рассказываю, я буду выглядеть как очень-очень сложный человек, с которым просто невозможно найти общий язык. Но я вам говорю так, как есть. Если мы с подругой идем по дороге, например, да, мимо нас идет очень красивая девушка, и моя подруга, например, скажет, фу, что за швабра, что за идиотка нашлась тут мне. я не смогу общаться с таким человеком. Мне нужен человек, который вот красивая девушка, красивая. Не красивая, скажешь, ну, она по-своему красивая. Короче, задрала я, наверное, вас с этой темой, но да ладно. Так просто искренне, абсолютно. сегодня мы, кстати, идем выбирать обои в прихожую и на кухню. Сок что-то не очень, если честно. Я просто пью, потому что другого напитка нету. Не вау. Вообще, я думаю, что сок с бананом это не лучший вариант. Надеюсь, что вы меня поняли. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok